ну чё пацаны здорово всем время 9 28 утра и у нас большая вот такая задача на сегодняшний день как вы поняли по названию ролика будем менять ходовку и как делают там умные маши уже когда покупают машины не ну нормально нормально не 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 по колесу попинать еще да не пацаны ходовка нормально делать не надо если честно когда я покупал форестер я многие машины уже посмотрел когда выбирал и ездил даже на такой машине у которой алюминиевые рычаги уже были пополам поломаны и тогда вообще рулёжки никакой не было долбила в моей машине сидишь пацаны честно не соврать все идеально никакого постороннего шума если вот сидишь машине ты даже никогда не скажешь что там нету допустим заднего стабилизатора что задние стойки уже все приговорены и в общем там очень-очень много всего напутано и большой список что надо делать так что в этой серии пацаны мы займемся уже устранению всех недочетов чтобы тачка была пушечная мы сделаем маленькую посадочку потому что стойки будем ставить отверстие crossport от рестайлинговой там сток уже потолще она будет пожестче управляться будет лучше плюс задний стабилизатор появится сейчас вопрос то выкинули его там просто нету рулежка нормально ездит машина нормально и ни одной шуминки ни одной пылинки едешь просто в комфорте я не знаю почему так ну и надо сейчас раз идет снежок раз у нас еще есть одна минута до встречи с компанией уже subaru style потому что мы именно там будем все запчасти покупать потому что лучшая разборка ну грех пацаны не навалить снежок всю ночь у нас шел и надо попытаться хоть немножечко пятачков сделать и потом сравнить рулежку денчик денчик у тебя же не гелендваген куда ты пошел за левый руль дебилы keep spending most our lives living in a gangsters paradise been spending most their lives living in a gangsters paradise we keep spending most our lives living in a gangsters paradise we keep spending most our lives living in a gangsters paradise D 드디어 видео ролик выполнен кподдержке компании один x bad где самые большие коэффициенты и И моментальные выплаты Если ты перейдешь по ссылочке В закрепленные в комментарии И укажешь промокод Абрам ТВ Получишь 6500 рублей на первый депозит Переходи, регистрируйся И получай крутые бонусы Сокращаем пробку Куртенчик знает места, где можно проехать И нельзя проехать Смотрите, ребята, дорога тут такая Проселочная, асфальта здесь нет Едем по качкарям Честно скажу, я удивлен этой ходовке Когда мне делали диагностику в хороших станциях Саня мне делал диагностику Где мы сейчас будем ремонтироваться Это Subaru Stars компания Замечательная, не пробивает ничего Ни одного сверчка нет Ну, новая ходовка, пацаны Идеальная ходовка Я не знаю, почему То ли у Subaru, напишите в комментариях Она такая неубиваемая Я говорю, один раз я только почувствовал, что ходовки хана Это когда я хотел купить тачку Но там просто рычаги все отломаны были Я вообще не знаю, говорю, Вася, ты как машину вообще продаешь? А он перекуп, ему пофигу Еще говорил, что она в идеальном состоянии В этой серии мы перетряхнем вообще всю-всю-всю ходовку И сейчас замерим клиренс, какое расстояние И сверим потом уже, что будет на других стойках Пацаны, типа я должен сейчас был красиво в кадре появиться Но что-то пошло не по плану Ну ладно Мы приехали в компанию Subaru Style Занимаются чисто авторазборкой по Forester Если у вас Forester, пацаны, не ищите другую компанию Все здесь есть, пацаны Тюнинг, обычные запчасти, стоковые Не надо искать по разным местам Просто заходите в Subaru Style 54 Ищите нужную вам запчасть Они отправляют в другие регионы, в другие города И покупаете Ценник отличный, пацаны Здесь, короче, заходим И едем уже чиниться И если тебе заставать, столь хочу, что пусть будет兒 Повереть, идем, идем, идем Это сми- Дина, спрячь на свечи Это сми- Дина, и encima Повереть, идем, идем Повереть, идем Идем, идем, идем Идем, 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 идем давай по новой миша все хуйня история называется как дэнчик обленился сел в полу ковши честно даже не было такой мысли не было что поменять сидушки ребенок приехал в магазин игрушек и чё-то постоянно хочу 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 я даже обленился не хочу вам показывать что тут одни форики стоят и что он уже полу разобранные что он там замечательные стойки он кайловеры выше меня там магнитофоны все красиво все аккуратненько тюнинга пацаны здесь очень много даже вот у дэнчика под ногами вот они стойки хотел сказать вот она турбина которая у меня будет но у меня наверно получше далек что будет короче пацаны смотрите какие здесь сидушки обнаружены были лег это вообще то же самое что и стайд отбились только без надписи с какой комплектации это вообще идет это идет на с эдишн 2007 год 2007 год даже нифига себе а покреплением один в один вообще ничего переделали ретни сидушки до задними там есть определенный тюнинг но есть решение уже на этот счет не навесаешь так если я в него ставил сидушки ты на марке я думаю это вообще цветочек комплекте этих сидушек 20 тысяч рублей не знаю зачем это на камеру сказал то многие сейчас захотят купить блин я тоже хочу олен коленка потеряла пацана выгонит из дома скоро они строгий вид да нету никакого лишнего темные боковая поддержка мощнейшая сядь посиди еще да я уже насиделся тут просто садишься как в трон нафиг я сюда сел я хотел для антуража сесть в эти сидушки осел и теперь жопу свою поднимать не хочу ну чё пойдем лёг ходовку посмотрим чё у нас там задний стабилизатор у меня он просто отсутствует есть разные типа как я понял толщиной отличается лёха мне сказал бы сейчас мы тебе sti потому что ну сами понимаете пороги есть и это уже говорит о том что у дэнчика пушка-гонка и стабилизатор тоже должен быть и стей короче дэнчик задрал себе планку да и те уже нельзя как бы ниже стяи что покупал он обычный ну видно по толщине даже можно дешевле циркуле определить он тоньше но даже собственно не оба пустотелые то есть не это не цель на металлические это трубы вот просто толщина стенок трубы разные ну дэнчик конечно как обычно берет самый жирный жир а почему их вот убирает и я сейчас я слышал что они там закипают болты и просто ломают и все не ставят на место зачастую бывает так что да вот в местах крепления стабилизатора к кузову обламываться болты ну и люди не морочат просто пробуют ездить без него ну получается экономит короче ну да 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 берем получше короче которую мухло утренняя зарядка от дэнчик будем давай давай будем здоровья ну пойду водки найду пойду водки найду дэнчик вчера большая просьба поступила передать тебе привет от человека из пензы от михаила юрьевич ну конечно не бесплатно за 27 тысяч рублей вот михаил юрьевич исполнили твою просьбу привет передали полностью мы закупились положили все в багажник сейчас просто прочитаю запчасти чтобы ничего не забыть во первых это стойки стойки состояния просто изумительное как говорится даже муха интимом не занималась на этих стойках рычаги поперечные и продольные задний стабилизатор sti еще взял приборку ходят слухи что возможно если я заменю на такую приборку лампочка которая у меня на ручник постоянно горит она исчезнет ну почему бы не попробовать не поставить она снимается за пять минут такая вот новая приборочка тем более здесь пробег всего 100 чем-то тысяч ну все ребята и все это добро вышло в 25 тысяч рублей так что закупились едем уже в компанию subaru stars уже все знакомые с ней где саня нам будет шамане сидевать ну и потом будем тестировать через этого получится и будет ли лучше рулевка ну что друзья всеми уже привыкшая уже обстановка вы все видели что мы не раз сани обслуживали сани мы с тобой не будем наверное заострять внимание уже про ходовку говорили да с тобой да мы уже говорится не раз обсудили про замену стоек рычагов и прочих комплектующих я уже говорил знаешь я хотел этот момент еще подчеркнуть почему-то вот не ощущается что ходовка уставшая когда машину выбирал покупал ездил там на полностью убитой ходовки там вот эти алюминиевые рычаги на пополам был сломаны там прям чувствовалось здесь вроде как убитая ходовка и почему она у меня вообще не сверчика они близко не пробивает же греш задние стойки там уже все да но это автомобиль subaru он даже с убитой ходовкой ведется очень хорошо на дороге но я думаю просто нужно поставить сейчас все контрактное и ощутить разницу я значит все предлагаю на же сейчас уже не стандартная да получается стойки уже откос порта от рестайлингового рычаги у нас давай мы сейчас это все снимем чтобы наглядно можем же посмотреть показать отличаться же будет это конечно мы тогда снимем сначала старый комплектующих положим рядом с контрактами увидим разницу ну короче ребят откручиваем все тут разглогорствовать не надо работы много фронт большой все откручиваем снимаем смотрим вообще сравниваем с новыми запчастями с контрактами что я купил вообще есть визуально отличие или нет но и потом это все на место устанавливаем и конечно же тест драйв после этого еще надо на сход развал доехать обязательно но давай еще скажем что раз у вас компания начинающая что у вас уже есть instagram вы такие популярные люди ногу со временем как сказать идете да мы популярны наверное еще благодаря тебе хочу ответить и сказать большое спасибо вот и мы запустили акцию на февраль бесплатный осмотр ходовой и двигателя для подписчиков инстаграма подписывайтесь так что вы сейчас вот он где-то здесь будет instagram переходите в instagram обязательно подписывайтесь кто снова сибирска смотрите где не находится территориально записывайтесь к александру на станцию станция здесь вот такая чего за бесплатно посмотрите ходовка осмотр ходовой тормозной системы рулевого управления и двигателя по сути то же самое что я перед покупкой машину по когда покупал я за это отдавал там полторы две тысячи рублей можно сэкономить познакомиться с вашей станции даже для этого делается и понять для себя стоит ли здесь ремонтироваться или нет и вы посчитайте примерный праздник на работу на запчасти да так точно предложим разные комплектующие разные варианции ремонта и естественно пропишем что критично что с чем можно так что кому интересно переходите подписывайтесь записывайтесь и чинить свои тачки сейчас что у нас происходило послушали все подшипники они проверяются когда машину делаешь на скорость с наушниками какие гудят уже самое критично это переднее левое колесо чтобы заменить уже подшипники более простой вариант взять контрактную ступицу это так намного и дешевле и намного это все быстрее делается вот такая у нас ступица уже в сборе идет ее меняем и тут подшипник должен быть уже в идеальном состоянии решили пока так сделать но и запчасти вроде бы посмотрели тоже все пыльнички все на месте все четенько все хорошем состоянии короче все заебись так как мы покупаем контрактные рычаги обязательно нужно проверять состояние саленблоков это немалый важный показатель при дальнейшем обслуживании автомобиля чтобы потом не получилось так что установили контрактные рычаги с контрактными саленблоками и по истечении какого-то малого времени вам пришлось их заменить поэтому давайте проверим их состояние и покажем как это правильно делается во первых проверяем осевое смещение если саленблок практически неподвижен значит он мало изношен потом смотрим состояние саленблока если боковые его поверхности сидят плотно и мест движения их пасы по рычагу не видно значит саленблок тоже в хорошем состоянии и обязательно обращайте внимание на то чтобы не было никаких трещин на резиновом элементе саленблока действовали блоки в очень хорошем состоянии нареканий к ним никаких нет я думаю не отходят очень долго немаловажный факт то что многие разборы продают вот эти болты отдельно и продают примерно по 300 рублей за штуку большие по 500 здесь рычаги были укомплектованы полностью болтами так как нам сейчас один придется все равно срезать уже у нас уже есть готовый и не придется ехать по магазинам все очень хорошо приятно состояние отлично для замены передних саленблоков передних рычагов мы сняли рычаг полностью для того чтобы перепрессовать пока рычаг снят я сейчас откручу и проверю гелью выселим блок потому что достаточно часто они вытекают гель уже высыхает либо смывается водой а дефектовать его сложно начнем это целый блок без трещин с этой стороны тоже все в порядке выработки особо не наблюдается гель на месте все хорошо ну что ребят наглядно видим старые рычаги железные обычные классические с subaru forester xd комплектация рядом у нас контрактные алюминиевые рычаги с комплектацией кросс спорт напомню что рычаги намного легче подрессоренная масса уменьшится и это хорошо повлияет на управляемость автомобиля давайте посмотрим их поближе как мы ранее проверяли состояние саленблоков здесь все в порядке рычаги в очень достойном состоянии и она старых рычагах саленблоки изношены некоторые очень сильно порваны и только при снятии мы обратили внимание что здесь люди по колхозе ли они выпрессовали старый саленблок который был сильно изношен засунули туда какую-то резинку и запрессовали саленблок назад так делать нельзя короче пытались сэкономить на чем только возможно да во первых это все выпрессовывается заново запрессовывается но это смысл ненадолго до этого хватает да совершенно верно это просто резинку выдавило в процессе эксплуатации саленблок как был порван и так и остался и никакого эффекта то и не дал здесь даже визуально видно что его не до конца запрессовали это честно горячо попала получилось ноги пишет еще на предыдущем ролике один какой-то комментарий посмотрел типа вот типа у сани дорого типа есть на 500 рублей где дешевле вот собственно на 500 рублей дешевле да получается совершенно верно вот так вот делают либо сами владельцы чтобы сэкономить либо гаражные сто которые берут подешевле попроще продолжаем собирать ходовку да сейчас будем закидывать уже как я понял уже новые рычаги да и потом новые поперечные рычаги продольные и потом займемся стойками вот мы сняли амортизаторы получается задний амортизатор как в первом видео мы рассказывали он вытек тут следы масла присутствует он полностью нерабочем состоянии пылезащитный кожух порван свалился отбойник разорвался то есть он полностью вышел из строя и вот в таких вот вариантах когда слишком много элементов на амортизаторе вышло из строя лучше купить контрактный амортизатор в котором хорошем состоянии пыльники пружины сам амортизатор и опора как нас заверяли что они еще пошли комплексную проверку что они не просто так сняты с машины да и сразу на продажу что компания subaru style их проверяет на работоспособность и потом только уже продает таким клиентам как я так что состояние вроде бы все огонь нареканий вообще-то никаких у нас не возникло до нареканий нет нет следов подтека амортизатор очень хорошем состоянии и хочу отметить в пользу того что люди проверяют их присутствуют следы разбора на опоре это характерно видно соответственно амортизатор по приезду с японии разбирали и проверяли до передний амортизатор в достойном состоянии пыльники в порядке пружины тоже хорошем состоянии опоры течи масла не наблюдается но и видно что тоже метка стоит видать контрактный кто-то ставил также устанавливал до сюда да присутствует меточка контрольная возможно эти амортизаторы нет весьма недавно устанавливали контрактный чему это все клоню что продам недорого передние у нас хорошем состоянии кому надо пишите в личку за недорого мы продаем задние мы выкидываем на помощь еще что хотел сказать оригинал поставили новую приборку теперь красная лампочка на новой приборке не загорается загорается ошибка abs по сути проблема не исчезла теперь всегда без горит короче вот моя старая прибор кого-то на лапочка так что прошу сильно не ругайтесь как мне сказали это самый такой проверенный способ потому что горит есть мозги есть раньше был автомат 6-го механика к просто нету сигнала сигнал не доходит до коробки автомата но если его нету он не будет доходить короче на свой страх и риски выкрути лампочку когда продавать если буду машину я это обязательно скажу честно давай назад старую ставим вот и подошли к завершению все наши доработки наконец-то все что требовалось мы сделали наконец-то у меня появился стабилизатор это часами получается на поворотах можно 180 смело закладывать на можно даже и больше в принципе ограничения на приборке 180 больше не поедет я думаю ну давай вкратце вообще расскажем что у нас получились уже алюминиевые тяги до алюминиевые рычаги с целыми соленблоками что немаловажно сам стабилизатор со стойками стабилизатора ребята отдали и с креплениями и получился полный боекомплект ничего докупать не пришлось стиль это утолщенный до утолщенный и даже прописали циферки для тех кому интересно по передней ходовке получается заменили переднюю левую ступицу использовали контрактную и поменяли пару соленблоков и втулочки теперь автомобиль должен рулиться намного лучше осталось немного как еще не все осталось у нас у нас не звучит ни капельки это я думал мы с тобой к вам следующей серии займемся пацаны этого очень сильно ждут но и я очень сильно хочу потому что ездить на subaru в тишине как-то ну блин не очень как конечно каждому свое но молодые хочется чтобы бу-бу-бу было но и главная задача у нас осталось по двигателю до 100 вы еще до по двигателю отдельно будем разбираться и примем там решение либо это будет другой двигатель либо мы этот будем реанимировать ну короче как минимум у нас еще две встречи запланированы это выхлоп и двигатель большое спасибо что ходовку починили тормоза сделали уже практически на половину прокачали тачку хотелось бы напомнить опять что про конкурс до сани в instagram подписывайтесь записывайтесь но вы видите что ребята толковые делают на совесть я думаю кто хочет ремонтироваться либо кто хочет на бесплатную диагностику переходите по ссылке в описании и в общем записывайтесь и договаривайтесь теперь мы выезжаем на улицу будем это сидела тестировать но хотя мне кажется тестировать не пойму пока развал да не сделаем машина все равно да лучше произвести регулировку развал схождения и только после этого уже пробовать едем в компанию омега motors где там работают тоже профессионалы сразу получается две оси и перед и зад да надо настроить ну и потом уже можно также навалить вот сань да у нас еще снимают давай опусти опустим машину хотя в визуально посмотрим по вашу надо прокатиться чтобы выше ниже погнали сейчас и дополнить может этот гелика стойки чтобы это все усилы да во первых сейчас ходовка полностью вытянутая пружины немножко отлежались в растянутом состоянии сейчас он их прижмет и колеса немножко сделать пару оборотов выпрямиться и он станет сразу все отлично пока реально джип у нас появился выехали мы в общем с компанией subaru stars и чем вам скажу заднее колесо вот так сейчас стоит мне же сейчас все сбился весь ход развал ехать вообще невыносимо морда так за так таскает короче пацаны еду просто тошню по городу 40 60 километров в час не больше просто опасно у нас еще снег выпал и ну вообще неуверенно чувствуется машина машина стала немножко пожестче сейчас покатаюсь она должна еще просесть я думал у меня будет занижение пацаны ага тут занижением не пахнет по идее кросспортовские вот эти стойки весь комплект он должен быть ну пониже чем вот у меня на x-т стояли но у меня были уже усосанные задние допустим и пружины уже все усевшие из-за этого она оказалась машина ниже сейчас мы потом посмотрим когда сход развал сделаем но мне кажется либо также будет либо даже чуть выше машина получится хотя это кросспорт занижением завтра я уже поеду делать сход развал потому что в левую контору нельзя ехать сегодня они заняты все все расписано надо ехать специалистам потому что ну реально у меня сейчас все в разную сторону и надо чтобы уже грамотный человек кто с большим опытом сделал мне эту машину что по вложениям пацаны 25 тысяч рублей я отдал в компанию subaru style чтобы купить вот эти все вот ништячки здесь за работу плюс за новые запчасти я у них приобретал вот эти вот которые мы вам показывали вышло все добро 12 тысяч рублей 25 плюс 12 кто самый умный может оставить в комментариях сколько получится денчику лень считать плюс за сход развал наверное сколько сейчас восьмом тысячи полторы две две оси делать короче пацаны опять потрачено куча бабок но зато ходовку подшаманили теперь можно будет смело ездить и получать уже удовольствие от машины как я говорил ранее осталось а нам выхлоп это самое основное что жду ну и разобраться с двигателем двигатель это сердце машины ну и чё пацаны телепортируемся в завтрашний день друзья вот и наступил уже следующий день и есть две хороших новости две плохих и 8 средних ребят начнем не знаю с хорошей новости но конечно же вся ходовка что требовалось уже отремонтирована все хорошо и все круто плохая новость что я думал что будет маленькое занижение но так как старая подвеска была уже в плохом состоянии пружины просевшие а я поставил ну уже новые стойки которые уже должны быть занижением а получилось так что ничего не поменялось визуально как была машина так и она осталась также выглядеть занижение у нас ровным все там такое же как и было в начале серии даже возможно чуть выше стала машина ну и вторая проблема когда я покупал уже машину у меня заднее колесо было немножко домиком это колесо визуально сейчас болеть троллейбус не задавил пиздец напугал меня так и сука и визуально сейчас заднее колесо также осталось домиком не знаю видно это на камере или не видно сейчас едем на сход развал если сход развалом вы выпрямим колесо если она станет нормально прямо то все хорошо все круто и дальше ездим и кайфуем если нет то придется уже сборе менять ступицу ну разбираться в общем с этим колесом надеюсь на сход развали все это откорректируется и станет все хорошо ну а сейчас в общем у нас вот такой вид я уже записался на сход развал меня уже ждут профессионалы ну и сейчас будем смотреть и восстанавливать нужные параметры друзья скажу честно не удалось сделать сход развал все таки по другом под большим стоит практически два градуса и никак это не подкорректировать сказали это что-то в механической части ну все поменяли осталось только ступица как мне сказал саня мастер говорит если раз развала не уйдет будем менять ступицу и в следующих сериях что нас ждет пацаны следующих сериях я наверное уже буду ставить выхлоп полностью всю трассу серия будет интересно и закажем уже ступицу на заднее правое колесо потому что это прямо стоит сейчас я не знаю будет визуально видно или не будет вот это колесо вот так вот завалено но осталось только ступица замене может быть она гнутая была из-за этого такой вот беспорядок творится так что ребят следующий серии уже будет скорее всего крутой выхлоп стоять ну и под шамане мы также заедем еще раз на сход развал так что ребят вот такая у нас получилось серия в любом случае ходовку под шаманили сейчас все огонь все как новенькое сейчас пацаны поднимали играть блин ну реально запчасти такие прям красивые как новые спасибо большое что смотрели спасибо что оставляете комментарии ну и спасибо за поддержку не забывайте подписываться на канал и жать колокольчик чтобы не пропустить следующего видео с вами был как всегда абрам до новых встреч и всем пока это тебе не падает Продолжение следует...